Пониженная ставка, она всегда привлекает. Тем более, значит, на территории района проживает очень много молодых семей, молодежи, которые желают строиться, которые взяли земельные участки на наших площадках ИЖС. Ну и я думаю, что ипотека для покупки жилья, она тоже привлекательна. Почему? Потому что очень много к нам приезжает. И, значит, из севера людей, которые вышли на пенсию, которые предполагают, что если выйдут на пенсию, к нам приедут в Казанку жить. Поэтому, да, это очень привлекательное предложение. Скажите, а много ли свободной земли у вас под застройку, вот с хорошим расположением, с инженерной инфраструктурой? По предоставлению земельных участков по строительству по всему району у нас отдано сейчас гражданам 275 участков. Из них строительство ведут 195 застройщиков, которые строят, значит, вы знаете, что у нас ИЖС-5. Мы в том году распределили ИЖС-6. Там, значит, все земельные участки отданы многодетным семьям. То есть семьям, которые имеют трое и более детей. Значит, всего многодетным семьям мы отдали 275 участков. Из них пока что 75 не строятся и не определились, значит, со статусом своего земельного участка. То, что касается инженерного обеспечения наших ИЖС, у нас, значит, получается, я повторюсь, 6 инженерных площадок. Значит, последняя инженерная площадка, значит, там в том году мы нарезали грунтовые дороги. Значит, будем щебенку ложить. Значит, будем считаем и будем делать заявку на проектирование электроснабжения, водоснабжения. То, что касается ИЖС-6, дороги в щебеночном покрытии там у нас положены. Значит, подведено электричество, уличное освещение включено. Значит, делается заявка, ведутся расчеты, значит, на предоставление субсидий на проектирование водопроводов. Хотя наши жители привыкли сами свои вопросы решать. Значит, у многих там уже имеются скважины, живут. Значит, вот на этой ИЖС у нас тоже более 160 участков роздано. Застройку ведут пока что 39. Ну и живут там, соответственно. Поэтому в этом году мы определяем уже и маршруты школьных автобусов, которые детей забирают с этих улиц, с ИЖС-5. Вот в таком направлении. Естественно, отсутствие газа, поскольку мы знаем проблему, которая существует по газу. Сейчас газификация идет, и я уверена, что с приходом газа в Казанский район данные все участки будут газифицированы.